В расширенном совещании, которое провел глава муниципалитета Андрей Иванов, приняли участие главы городских и сельских поселений, представители Межрайонной инспекции ФНС России номер 22 по региону, районного отдела службы судебных приставов, контрольно-счетные палаты муниципалитета, ГИБДД Межмуниципального управления МВД России, Одинцовская. Комиссии был представлен рейтинг муниципальных образований Московской области по задолженности в консолидированный бюджет. Одинцовский район на сегодняшний день в этой таблице занимает 11 место. Доля долга в налоговых поступлениях составляет более 13%, а это 4 миллиарда 737 миллионов рублей. Глава района подчеркнул, что в кратчайшие сроки необходимо разработать механизмы по снижению задолженности. Мы с вами ведем большую работу по мобилизации доходов, по взысканию долгов, в частности, в наши постоянно действующие рабочие группы по регулярной задолженности. С отчетом о работе с должниками выступил начальник Межрайонной инспекции ФНС России номер 22 Алексей Бородачев. Он также предложил ряд мер по снижению задолженности в консолидированный бюджет Московской области со сроком реализации до 30 декабря этого года. Мы считаем, что если будет общая позиция о том, что не платить налоги – это плохой тон, по крайней мере, я могу сказать про нашу организацию, прежде чем налогоплательщик попадает на прием кому-то, мы поднимаем справку, что он вообще уплатил и есть ли у него задолженность. На совещании отмечено, что в муниципалитете ведется большая работа по мобилизации доходов и взысканию долгов. Рабочая группа по урегулированию задолженности провела в этом году 8 заседаний, на которых рассмотрено 102 должника. Общая сумма их задолженности составляет 334 миллиона рублей. Из этих денег 206 миллионов рублей, а это более 61%, на сегодняшний день уже погашены. Андрей Иванов подчеркнул, что деятельность комиссии признана эффективной и не раз отмечалась на областном уровне. Наибольший вес задолженности занимают местные налоги и сборы. Это земельный налог и налог на имущество физических лиц, которые как раз и поступают в бюджеты городских и сельских поселений. Зеленую зону с показателями до 10% входят заречья Ново-Ивановская и Барвихинская. Всего в этом году в поселениях было проведено 35 заседаний комиссии по должникам и погашено 30 миллионов рублей. После рабочего совещания в администрации прошла встреча с главными виновниками, с самими должниками. Масштабная кампания по работе с недобросовестными плательщиками будет продолжена. Через СМИ, социальные сети и информационные плакаты гражданам будут напоминать об ответственности и величине долгов по уплате налогов. На регулярной основе продолжится проведение совместных рейдов представителей налоговых служб и судебных приставов.